Здравствуйте! Как мне нравится этот фестиваль? Какие талантливые дети там участвуют? Это я о конкурсе «Новые имена стран АТР». У нас в студии его руководитель Алексей Алексеевич Никитин. Алексей Алексеевич, я очень рада вас видеть. А еще я рада тому, что благодаря работе, которую я очень за это и люблю, я побывала в прошлом году на галоконцерте, и мне удалось пообщаться с вашими ребятами, участниками этого конкурса. И опережая немного события, мы, конечно, поговорим о самом конкурсе, но сейчас мне очень хочется, чтобы... Вот скажите, обычный зритель, посетитель, может ли прийти на галоконцерт хотя бы? Я об этом скажу позже, но прежде мне хотелось поздравить женщин города Хабаровска с грядущим днем 8 марта, праздником весны, и сказать, что мы подготовили для них и для горожан наших подарок администрации города и Дальневосточное отделение Международного благотворительного фонда «Новые имена», 28-й международный фестиваль «Новые имена» из-за азиатско-тихоокеанского региона. То есть вы приглашаете на галоконцерт всех женщин? Не только на галоконцерт, но и на все 4 дня мероприятия, о которых я скажу позже, я приглашаю женщин, ну и, конечно, и мужскую часть населения тоже. А там, поверьте, есть на что посмотреть. Да. А тогда где он пройдет? Фестиваль. И когда... Давайте определим даты, когда он будет. Фестиваль будет проходить с 13 марта по 16 марта в городском дворце культуры, который нам любезно представляет мэр города Александр Николаевич Соколов, безвозмездно, бесплатно. И поэтому концерты все бесплатные. То есть жители Хабаровска могут посетить эти концерты. 13 числа в 15.00 будет открытие фестиваля. Потом сразу в 16.30 пройдет конкурс музыкантов-исполнителей, младшая группа. 14 числа в 14.00 будет конкурс продолжиться у музыкантов-исполнителей. Это будут средние и старшие группы. 15 числа в 18.00 будет концерт зарубежных гостей. Очень интересный большой концерт. Ну и в 16.00... Сейчас к ним вернемся. Это была концерт с участием победителей конкурсов, ну и, конечно, зарубежных гостей. Еще две номинации я хочу упомянуть. Это изобразительное искусство и компьютерная графика и анимация. Эти конкурсы пройдут 13.00 в 12.00. Жюри будет работать. Я полагаю, что к обеду уже будут известны имена победителей этих двух конкурсов. А вышеперечисленные номинации это какие? Это музыкальное исполнительство. То есть три номинации. Музыкальное исполнительство, изобразительное искусство и компьютерная графика и анимация. Вы сказали, что будут международные гости. Да. Ну, участвует в этом фестивале пять стран. Уже третий год мы, как говорится, этот состав имеем. Это Россия, Китайская народная республика. Это Республика Корея, Япония. И вот три года назад к нам присоединилась Монголия, чем мы очень рады, потому что начинали они робко с одного участника. Приезжала талантливая девочка, скрипачка, 10 лет. В прошлом году было два музыканта, Трубач и девочка флитистка. А в этом году приезжает 11 человек. Приезжают пять солистов. Быстро они темпы набрали. Да, то есть они очень заинтересованы в нашем фестивале и хотят показать свое творчество уже в странах. А я помню, что в прошлом году пытались подать заявку в Вьетнам. Дело в том, что там сложности возникли финансовые. Мы просто поздно с ними стали договариваться, и они не успели заложить в бюджет эти деньги. Но, в принципе, мы надеемся в ближайшие годы включить их в нашу семью. А кто в жюри? В жюри? Ну, это известные художники, это известные музыканты города. Если говорить о художниках, это члены Союза художников. Как правило, это педагоги Педагогического института худографа. Если говорить о музыкантах, то это музыканты симфонического оркестра. Это педагоги, заслуженные деятели искусства и культуры Института культуры. Это народ всем известный. Ну и компьютерная графика тоже такие, как Андрей Тен возглавляет в этом году жюри компьютерщиков, графиков. То есть народ всем известный, авторитетный, поверьте. Алексей Алексеевич, кто самые юные участники? Самые-самые? Если говорим про ограничения. Самые вообще фестивали имеют право участвовать дети с 8 лет до 17 лет. Но учитывая то, что появляются очень яркие фигуры на фестивале, которые не вписываются в эти рамки возрастные, то мы сделали исключение для детей, скажем, 6-7 лет, которых мы допускаем к участию в конкурсах, если действительно они представляют из себя очень яркие, интересные личности, их работы неординарны. Скажем, вот вчера отобрали работы 6-летних детишек, потому что работы настолько детские, непосредственно яркие, что мы воспользовались этой оговоркой в положении фестиваля и допустили этих детей к участию в конкурсе. А если мы говорим про имена, помните ли вы имена, возможно, кто-то добился каких-то высот? Ну, конечно, мы знаем очень многих наших музыкантов. Мы говорим о Вячеславе Попрудине, который уже артист европейского масштаба. Он выступал от Москонцерта сегодня, он выступает в Голландии. Он частый гость в Хабаровске. Это Александр Кузнецов, который учится в Швейцарии. Это Голландия Надежда, кстати, член жюри, которая работает в Хабаровске. Одна из немногих, кто вернулся, и которая успешно работает. А откуда она вернулась? Она из Комсомольска научилась в Нижнем Новгороде, в консерватории, и, получив там образование, вернулась в Хабаровск. Какие еще площадки покоряют? Вот, то есть, что еще? Ну, я могу назвать десятки имен. Это и Киселева Настя, которая в Сингапурском симфоническом оркестре работает. Сегодня очень много детей учатся в Москве и Петербурге. К ученому Адаре, который заканчивает Московскую консерваторию, у Эдуарда Грача. Вот, то есть, имен много. А если мы говорим про художественное направление, есть ли те, кто себя как-то проявил? Ну, конечно. Архитекторы, дизайнеры? Дизайнеры. Ну, здесь я могу говорить о многих дизайнерах, скажем, о Вансловой Марии, которая работает сегодня в Соединенных Штатах уже. Я могу говорить о компьютерщиках, которые Артем, сейчас фамилию вспомню, которые сегодня имеют уже свое ателье в Петербурге. Когда он, я помню, получил гран-при за свой фильм по Эдгару Поа, в 3D, кстати, в сложнейшей технике, 20-минутной, то пять фирм тут же пригласил его на работу. А мальчику было всего 15 лет. Вот, то есть, вот такие были яркие натуры. Вот, я даже помню свое впечатление в прошлом году, когда мы снимали этот конкурс, присутствовали там, общаясь с детьми, вы знаете, я не то чтобы на уровне, то есть, с ними не посюсюкаешься. А вот, я смотрела, можно сказать, на них снизу вверх, они безумно талантливые, они разговаривают, но очень какие-то, у них мировоззрение настолько широкое, что мне вот даже как-то было стыдно немного, если честно. Вот, молодежь, она меняется, она сегодня другая, или это у вас просто такое, скажем так, ваше узкое сообщество? Ну, в чем-то она меняется, конечно. Она сегодня более информативна, она имеет доступ к средствам информации, которые мы не имели. То есть, в этом у нее большое преимущество, широкий кругозор, потому что сегодня мир расширился, многие дети путешествуют, ездят с родителями по странам мира. Поэтому, конечно, сам, как бы, обзор мира у них шире, чем у нас. Но, скажем, в чем наше поколение выигрывает, это все-таки уровень культуры. Уровень культуры, воспитание сегодня подчас страдает, особенно в духовно-нравственной сфере. Вот поэтому, ну, надо сказать, что дети, которые занимаются искусством, это защищает их от многих мерзостей, обыденной жизни. И поэтому мы и видим, что искусство помогает им. Как кто-то из ваших коллег сказал так красиво, что это прививка от дискультуре. Конечно, безусловно. Это иммунитет. И вот сегодня я еще хочу добавить, что в преддверии выборов, я хочу сказать, что сегодня дети очень активны и политически. Потому что, если помню себя, мы голосовали, потому что, ну, несколько формально. Выбора не было большого, и как-то мы особенно не вникали в эту систему. То сегодня задумывается уже молодежь, а как жить дальше, а с кем жить, с каким правительством. Начинает размышлять, выбирать, интересоваться. То есть мы видим, сегодня мы говорим уже о политической зрелости, которая, ну, наступает со временем. Но, во всяком случае, действительно молодежь сегодня очень интересуется, ей не все равно. Да, ведь вы еще, помимо того, что вы общаетесь с молодыми талантливыми детьми в плане творчества, да, музыканты и так далее, вы также общаетесь со студентами. Конечно. Вы работаете в Институте культуры. Потому что, да, я как профессор, доктор наук обязан. Воспитывать уже педагогов, ассистентов, стажеров, аспирантов. Вот, и я общаюсь с этими молодыми людьми, а это педагоги высшей школы сегодня. Я вижу, что действительно они очень серьезно озабочены тем, за кого голосовать. Но я думаю, что они сделают правильный выбор. Тем более, что вот если, скажем, мы говорим о фестивале, то сам фестиваль уже, 28-й фестиваль. Мы видим, насколько активно нам помогает правительство Хабаровского края и администрация города особенно, которая курирует и основные средства вкладывает в этот фестиваль. Поэтому нам, как говорится, есть чему доверять и за что доверять. Вернемся к участникам конкурса. Конечно, да. А много ли их будет? Ну, 800, около 800 человек принимало участие в отборах. Сегодня мы отобрали 100 человек музыкантов. В прошлом году было меньше. В этом году просто невозможно было не взять этих детей. Потому что я подчеркиваю, Дальний Восток очень обширно представлен. Отбор каким образом происходит? Необходимо приезжать в наш город? Дальний Восток проходил, скажем, у музыкантов по видеоматериалу. То есть присылали видеозаписи, мы слушали жюри и обсуждали, и отбирали. Потом проходило три прослушивания вживую здесь, в Хабаровске. Уже местных детей мы отслушивали несколько раз. И уже жюри отбирало тоже этих детей. И таким образом были отобраны те дети, которые допущены уже на основной конкурс. Надо сказать большое спасибо администрации города, что поскольку зал представлен бесплатно, и в правилах фонда «Новые имена» и администрации не брать деньги за билеты, и не брать учредительных взносов, что делают другие. То есть этот конкурс становится доступным сегодня, учитывая финансовые сложности муниципалитетов, других городов. И мы понимаем, что это подарок настоящий детям и жителям города Хабаровска. Это здорово. Вкладываемся в таланты. Алексей Алексеевич, большое. Инвестируем. Инвестируем. Это очень правильная инвестиция. Спасибо вам большое. Продолжайте, дерзайте, чтобы еще много-много лет был этот конкурс. Спасибо. 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 Спасибо.